Снежный парк развлечений Снежные скульптуры и 45-метровая ледяная горка привлекают детей и взрослых со всего города. Екатерина сама проектировала и строила свой городок, а для безопасности сделала информационные стенды. Поддерживать такую красоту во дворе необходимо, говорят жители. Дети большие на большой горке, маленькие на горке. Музыка постоянно тоже настроение создает все. Ну, здесь вот душой отдыхаешь. Мне нравится здесь кататься, потому что я погружаюсь в сказку. Конечно, тяжело делать эти фигуры. Не представляется, как это сложно. И фоткаться с ними хорошо. Из инструмента у Екатерины лопата, обычная столовая ложка, нож, пищевые красители. Но главное, конечно, фантазия. Зима в этом году выдалась снежной, поэтому есть все для создания фигур. Сложности именно как раз в том, чтобы подобрать цвет, поскольку снег он неоднородный. Где-то есть уже льдышки, а окрашивается сам именно снег. То есть на льду такого цвета не получается. И вот эта равномерность достигается количеством слоев. То есть несколько слоев приходится окрашивать. И уже далее, когда более-менее такой плотный, яркий цвет, уже заливаю все обычной простой водой. Когда заливается горка, тогда же заливаю и фигуры. В планах у Екатерины и ее родителей и дальше украшать двор. Еще целый месяц зимы. Скоро здесь появится замок, а в нем ледяная царевна. Екатерина Крамор, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.